Я люблю RPG. Ведьмак, Тесс и другие. Иногда мне хотелось разделить мир этих игр с другими людьми. Быть частью большого комьюнити, участвовать в жизни мира игры. Единственный вариант получить что-то такое, это обратиться к MMORPG. Я хочу найти такую ММО, которая будет настолько же интересна, как и традиционная RPG. Именно этому поиску будет посвящена данная серия видео, в которой со мной отправляется Бравый Медведь. Отправной точкой для нас стала The Elder Scrolls Online. Начиналось все достаточно хорошо, но быстро развалилось. Жесткий скейлинг врагов, невероятное количество хп у игрока уничтожило весь интерес PvE элемента. Наши статы измерялись в десятках тысяч, мобы не могли нас убить, а их подгон под наш уровень исключил ощущение прогресса. Все подземелья были общими с другими игроками. Да, это ММО, но можно было подземелья сделать личным опытом для тебя и твоей пати. Именно это сделали сюжетными моментами в обучении, что в принципе исключает смысл качать ассасиноподобный класс, потому что в гигантской куче моле ни о каком стелсе речи идти не может. Так и закончилось наше знакомство с этой ММО, толком не начавшись. И тогда мы отправились дальше. War Cage В War Cage я уже заглядывал до этого, но тут вышло обновление 3.0, Гнев Архидны, с новыми расами и прочими плюшками. Кстати о расах. Забавный момент. Мужские персонажи у рас сильно отличаются, а женские персонажи по сути отличаются только ростом и наличием врагов. Странно, но что поделать. И пошли мы играть за одну из этих новых рас, драконов. Битворожден. Они довольно необычно выглядят, они не люди, но при этом и не являются кошками, рога у них прикольные, да есть режим демона. Ну да ладно. С последнего моего визита экраны создания пирса и профессии сильно перелопатили, и они совсем не смотрели на Overwatch в процессе. А экран загрузки совсем не смотрел на WoW. Я взял охотницу с луком, бирыч мага. Интро, и мы уже в режиме демона без особых разговоров выпиливаем врагов в промышленных масштабах. Это оказывается завязкой для... сюжета и чувства вины у расы битворожденных. Они у нас теперь своего рода рабы, которые очень сожалеют о том, что сделали их предки в интро. К тому же все девушки этой расы брали уроки моды у Quiet. Но и тут начинаются стандартные квесты. Пойди, принеси, собери, убей. С убей получилось довольно странно. Я, играя за лучницу, ожидал, что лук будет моим основным оружием. Но нет. Он все равно лишь вспомогательный, а автоатаки делаются рукопашным. Впрочем, потом открывается скилл стрельбы как из автомата, затем у него убирают кулдаун, и можно об автоатаке вообще забыть. Стартовая локация все тянулась и тянулась, квесты все не менялись. Если в самом начале квесты пытались выделиться ловлей сов в духе Скорпиона, то потом мы ходили от небольшого хаба к хабу и выполняли все то же самое, но прикрытое другими скинами. В игре всего 55 левелов, а в общий мир выпускают аж на 30. За все это время не было ни одного босса или более-менее мощного противника. 100% совершенно обычных мобов с вероятной выдумкой. Мы убивали Слейз, Финьков, Жуков, Ворон 28 уровня. А периодические баги и регулярные косяки с графикой ухудшали уже подпорченное первое впечатление. А некоторые вещи вообще выдергивали из игры, и ни о каком погружении речь идти не могла. Знаете, как зачастую у азиатов тяжело отличить мужчину от девушки? Аркейдж это дело легко исправляет. Здесь все на виду. В итоге, после выхода в общий мир, нас послали куда подальше, и мы туда поплыли. Закончилось это плохо. Х*** его, чё стоишь? Встань с лодки, Бирыч, он 50-го лаво. Нам пиз***, Бирыч. Я понимаю, что в ММО огромные миры, поэтому зашкаливающего графона ждать не приходится. Особенно от игры, которой уже три года. Но чёрт подери, это CryEngine 3, и это одна из самых страшных игр на нём. Может дело в стартовой локации, которая состоит из оранжевого песка и скал. Но вы посмотрите на это! Модельки персонажей выглядят очень даже приятно, но на этом всё. В остальном всё очень грустно. Хотя иногда игра может генерировать приятные пейзажи. Всё просто. Выбираешь специализацию, потом ещё одну, а потом ещё одну. В каждой из которых прокачиваются пассивные и активные скиллы. Есть ещё разные ремёсла, но в них мы уже не вдавались. Понимаешь, что с такой боёвкой в игре мы уже вряд ли останемся. Он есть. Вроде бы. Вот раса хочет избавиться от гнетущих её хозяев и стать свободными. А твоему герою регулярно является убитый король из интро и незамедлительно заявляет, что герой – пидор. Притом он любит телепортироваться во время разговора. Притом повествование ведётся аж на трёх уровнях сразу. От лица героя, от лица некоего рассказчика и в видениях о матери битворожнинг заглавной Архидны. И некоего пацанчика-блондина, который хочет освободить расу героя. Что ты такое? А потом всё резко переходит ко вторжению миртаков в мир через кристаллы Симс. И в принципе, это всё, что мы узнали, пока не покинули игру. У нас было два фабричных станка, 75 кристаллов, 5 упаковок припасов, полсолонки стирающего концентрата и целое множество красителей всех сортов и расцветок. А также ларцы, чертежи, сертификаты, мыло и буровая установка. Не то, чтобы это был необходимый запас для игры в Аркейдж. Но если начал донатить, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасения – это премиум. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем премиумные зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдём и на эту дрянь. А вообще, тяжело что-то сказать про донат. Игра так и не дала мне посмотреть, что сколько стоит, как бы оградив меня от этого. Приобрести можно всякие плюшки для дома, краски, доспехи и прочее, что явно облегчает жизнь. У премиума есть несколько своих бонусов, но, честно говоря, без доната как-то ущерб на себя мы не ощущали. Поскольку все ограничения прячутся, как мы полагаем, в строительстве и земледелии, которому даже и подходить не хотелось. Здесь мы точно не задержимся. Я вижу, почему Аркейдж могут понравиться другим людям, но мне и Медведю это всё дело не зашло. После первых 40 минут стало реально скучно и до 30-го левела шли уже через силу. Так что мы отправляемся дальше. Куда? Время покажет. КОНЕЦ